Итак, я вам рассказывал историю Сергея Гюрджана, которого не пустили, он просто взяли и не пустили в самолет на основании того, что у гражданина Российской Федерации армянская фамилия. — Вопрос, как вы считаете, как себя... При этом билет на него был забронирован, выписан ранее, так что это не было секретом на момент бронирования билета, что он не менял фамилию за эти несколько дней или часов. Не менял. Просто хочу, чтобы вы это понимали. Ни в коем образом ничего не делал. — Комментарии, которые посыпались, очень явно этнически окрашены. Одни азербайджанской страной, для которых никакой роли не играет гражданство, но даже капля армянской крови для них является предметом дикой, нечеловеческой, я бы сказал, звериной ненависти. То есть для меня, как для еврея, эта ненависть напоминает откровенно трагедию моего народа и Холокост. — Вот как прокомментировала причина снятия с рейса Москва-Баку гражданина России глава пресс-службы ЗАО Азал Магирам Сафарли. По его словам, Гюрджиан был проинформирован. Заметьте, не господин, просто Гюрджиан. — И дать вам всю заметочку прочитаю, это азербайджанский сайт пишет. — Информация о недопуске гражданина России Сергея Гюрджиана на рейс авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» следующей по маршруту Москва-Баку в том виде, в котором он был представлен в СМИ и самим пассажирам, не соответствует действительности. — Гюрджиан был проинформирован о том, что для посещения Азербайджана необходимы гарантии его безопасности, так как по происхождению он армянин. Это вызвало бурную реакцию с его стороны, а также лица, летевшие вместе с ним. Они начали оскорблять сотрудников авиакомпании «Азал», что вызвало недовольство пассажиров, регистрирующихся на рейсах. Из-за неадекватного поведения Гюрджиана, летевшего с ним пассажира, они были сняты с рейса, на что авиакомпания, осуществляющая полеты, есть полные права. Гюрджиан, являющийся сотрудником определенной компании, направлялся оставить делегации в Баку на открытие нового автосалона этой компании. Конечно, ну и тут же сообщение от Лейлой. Так ему, древнеармянская наглость, что хотел приехать в Баку бизнесом заниматься, пусть едет себе в Ереван, и для хайф открывает новый салон геноцида. Я считаю, что надо поддержать позицию. Их любопытные носы так и стремятся к нам. Я уверен, что азал правильно решил. Ну и так далее. Фамилия Гюрджиан. Хотел под грузина замаскироваться? Наглость, не имеющая границ. Вы слишком гуманны. Как минимум, гемалдаши дюшун. Это пишут жены. Право на ви. И так далее. То есть, исходя из этого, я себя правильно понимаю, нас, азербайджанская страна, призывает точно так же, как они отнеслись к гражданину Российской Федерации, отнестись к всем азербайджанцам, работающим в России и к их бизнесам. Правильно ли я понимаю после этого, что вы ждете, дорогие азербайджанские друзья, такой же реакции со стороны граждан Российской Федерации? Вы не армянина оскорбили. Вы оскорбили Российскую Федерацию и каждого гражданина Российской Федерации, вне зависимости от его этнических, национальных, религиозных и прочих корней. Вы с кем бодаться решили? Вы, понаехавшие сюда во времена Лужкова, устраившие тут развалы рыночные, плюющие на нашу культуру, бегающие черными ястровами, вы нюх потеряли? Вы теперь еще считаете себя вправе на территории Российской Федерации откровенно заниматься дискриминацией по отношению к российскому гражданину? Вы себе что позволяете? Или вы считаете, что великий русский народ, который воспринялся распростертыми объятиями, дал возможность вам зарабатывать, в том числе и с нарушением законов, о чем свидетельствуют многократно возбужденные уголовные дела, который никогда не преследовал вас по этническому признаку и никогда не спрашивал, ты откуда приехал и ты кто будешь? То есть вы хотите симметричного ответа? И у меня вопрос к любому россиянину. Как после этого мы должны относиться к таким бизнесам, к таким авиакомпаниям? И у меня вопрос к МИДу Российской Федерации и тем, кто занимается аккредитацией. Это почему мы позволяем нарушать все возможные законы и так относиться хамски, пренебрежительно, расистски по отношению к нашему с вами гражданину? Если так не уважают граждан России, значит так же и не уважают и нашу великую державу. Мы что, смиримся с таким отношением к себе? 5533-200. 5533-200. И телефон 232-15-59 звоните. Хорошо отрабатываете армянской бабочкой, прогибается, засчитан. Ты пишешь из Москвы, мразь. И телефон твой, мразь, известен. Плюс 7-926-379-3545. Ты на граждан Российской Федерации смеешь открывать свою грязную пасть? Ты понимаешь, в чьей стране находишься и чьим гостеприимством злоупотребляешь? 232-15-59, это телефон прямого эфира, код Москвы, плюс 7-4-9-5. И 5533 со слова Вести начинайте сообщение. Помните про наш сайт, радиовести.ру. Кстати, мы тоже оттуда с форума читаем сообщение. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. 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 Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Испугали человека. Мне кажется, наши власти сделают вид, что ничего не произошло. Как я понимаю, уже сделали вид. И, конечно, меня удивляет российская крупнейшая производитель автомобилей, который испуганно засунул себе язык в задницу, а не встал на защиту своих сотрудников и граждан, и гражданина Российской Федерации. Браво. Блестящая позиция. Ни стыда, ни совести. 232-15-59. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Полностью выражаю ваше негодование и возмущение по поводу этого инцидента. Более того, есть большое желание призвать и действующую власть, и выбранные органы государственной власти, которые могли бы объявить настоящий государственный бойкот вот этим вот лжепредпринимателям, которые здесь действительно окопались, заелись, зажрались. Черкизон выкурили, остальных надо выкуривать. Потому что такой бизнес здесь основан на шовинистских, откровенно грязных технологиях, которые буквально в смысле выводят из себя иногда чисто поведенчески. То есть вот эти вот ухоженные, чистые ребята в черных брюках и белых носках уже до такой степени начинают вот мозолить глаза, что хочется просто плюнуть им в рожи и сказать, да провали пропадом, езжайте. Ну вот у меня вопрос сейчас другой. Вот, например, я с большим уважением отношусь к господину Агаларову. Как известно, он породнился семьей президента Азербайджана. Исходя из этого, армянам ход в Крокус-Сити запрещен, гражданам Российской Федерации. Вот он замечательно, действительно, эффективно и красиво строит на острове Русском дальневосточный университет. Там люди с армянскими фамилиями учиться не будут иметь права? Я просто хочу понять, что происходит. То есть где грань подлости? А взять и ввести режим Zero Tolerance для азербайджанцев и для их бизнеса за неделю разоряться, предлагает кто-то на нашем СМС-портале. Меня меньше всего здесь волнует Азербайджан. Меня больше всего интересует позиция российского государства, которая вот этот плевок в лицо вот даже не заметила. Так же, как и с нашим летчиком в Таджикистане. Но об этом мы поговорим в 9 утра. Просто не заметила этот плевок в лицо. 232-15-59. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, доброе утро. Доброе утро. Это Томас из Москвы. Я здесь уже проживаю без гляда 40 лет, но никак не могу даже в Гагры съездить, где я родился и вырос. Вы понимаете, это вот я с вами согласен, Владимир, по поводу того, что вот вы говорите, дискриминация и расизм. Вот это я испытываю буквально на себе. Там, даже приблизившись к границе просто. Да, но это, к сожалению, позиция государства, от которого страдают. А здесь позиция бизнеса, берущего денег от граждан. То есть мы разрешаем работать российской де-факто компанией на территории нашего государства. Вот вы поверите мне, я вообще русскоязычный грузин. Но у вас гражданство какое? Российское. Понимаю. И вас не пускают на могилы к родителям. Абсолютно. Да, точно так же происходит с замечательными нашими врачами по тем же самым причинам. Это омерзительно. И эта позиция государства Абхазии омерзительная. Абсолютно с вами согласен. Мне обидно за... Вот я всегда Россию считал своей страной. Хоть я говорю, я всегда своей страной почул, потому что я здесь учился, здесь... Ну, я здесь получил все, что я... Я понимаю, но это вопрос не к России в данном случае, а к Абхазии. Ну, я согласен, товарищ Владимир. Я согласен. Хотя я считаю, что позиции государства Абхазии неверны. И позиции Южной Осетии неверны. Мне другого хочется, чтобы меня защищали. Извините, но вас защищали, как гражданина России, на территории России. Здесь произошло... Вот вы никак не можете понять. Здесь оскорбили гражданина России на территории России. Каждое государство вправе решать, кто поедет, кто нет. Гражданина Дерипаска американцы долгое время оскорбляли тем, что не давали ему визу в Америку. Но это их право. Да, я согласен с вами. В этом же проблема. 5-5-3-3-ВЕСТИ. Не нервничайте. А зал поступил неправильно, но это системный сбой. Кто-то пишет нам на сайте. А я вообще не нервничаю. 5-5-3-3 со слову ВЕСТИ. Сообщение присылайте. Здравствуйте. Вы это сейчас кому говорите? Нам, кто понимает и разделяет ваши взгляды? Нет. Я говорю это всем, кто слушает. И судя по тому, что приходит очень много. Гражданин России, Республика Мариэл. Чера азербайджанцы одни заявили, что это их город и меня выгонят. Ну пусть попробуют. Сагры было малым. Ну, любой бандит, который говорит, что россиянину не место на его земле, рано или поздно столкнется с тем, как великий русский медведь, встав на задние лапы, разбрасывает всякую мразь по углам. Только потом стонать-то будет поздно. Все черные ястробы хихикают и веселятся. Потом находят их мертвыми, что омерзительно. Или по суду получают большие сроки. И сразу в вопле радости превращаются в истерические слезы. 2-3-2-15-59. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. Доброе утро. Я вот общежительница Красноярска. У нас нет ваших вестей. Я очень рада вас слышать, вы как глоток слежу в воздухе, когда приезжаю в Москву, вас слушаю. Спасибо. Это все идет от позиций властей. Вот у нас в Красноярске как-то был случай, что, ну, они же полпой всегда избивают. Били русского парня, я пройти мимо не могла. Остановилась, давай, кричайте, сейчас милицию вызову. Ну, давай заступаться, вы что делаете. Меня молодой человек, так, за шкирку, можно сказать, взял и сказал, успокойтесь. Мы вашу милицию, вашего мэра, губернатора и вещи-выщие за наши деньги в одной позе имеем. Вот это понятие дает им все. Вот все объяснение с ним, понимаете? Омерзительно. Ужас. Омерзительно. Нет позиции в нашем государстве, если только нет мотивации деньгами. Евровидение в российской стране, кто-то спрашивает. Правильно спрашивает. Это хороший вопрос, да. Доброе утро, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Доброе утро, товарищ беспокойтесь, Эдуард. Я тоже раньше был, Владимир и Анна. Я сам бальтинист, тоже родился в Баку. Ну, уехал давно, уже 20 лет, я 21-й год жил в Москве, имею граждан России. Просто я не могу понять, что происходит в этом мире. Это раз. И во-вторых, недавно там проходил чемпионат мира по боксу, и был россиянин, фамилия Яганян. Стал чемпионом мира. Я не знаю, почему они его тогда плетели. А он летел аэрофлотом? Да, да, не знаю, делегация российских... Да, да, они летели аэрофлотом. Да. А зал отказывается вести? Что-что? А зал отказывается вести. Интересно, а те западные... Вот интересно, вот есть армянская компания очень большая. Там в течение долгого времени одним из основных акционеров был армянин Кир Киркарян. Компания General Motors. Исходя из этого, продажи General Motors в Азербайджане есть или нет? Нет, конечно. А если бы Кир Киркарян приехал бы в Азербайджан, вам сказали бы, нельзя? А там фильмы с участием Шерн тоже не показывают, да? Показывают. Как можно? Как можно? Она очень армянка. Как, на полном серьезе? В Азербайджане кино Шерн показывают? Э-э-э... Не понимаю. А Рон... Андрей Агасси? Когда в теннис играл, его не показывали, надеюсь? Он асербайджанец точно. Я надеюсь, что... Нет, он армянин совсем. Я надеюсь, что Шарля Азнавура тоже... Но Шарля Азнавура там, наверное, не на вид, он же армянин. Ты что? Ну-ка. Поэтому, когда он начинает петь, там, не дай бог, я думаю, что запрещает. Варенак Азнавурян, на самом деле. Ни в коем случае... А Рон Эткинсон, замечательный английский комик Мистер Бин, он тоже армянин. С ним как быть? Я считаю, уже надо ревизию такую глобальную провести вообще. Что можно, что нельзя. Нет большей пошлости и мерзости, чем этнические чистки. Вот больше всего говорит о стране такого рода проявления. Когда в России какие-то подонки во время 08-08-08 попытались вычислять детей из грузинских семей и что-то составлять в списке, какая поднялась война против этих мерзавцев. Их моментально остановили. К счастью, наша страна, народ у нас мудрый. Хотелось бы, чтобы и правители хотя бы чуть-чуть соответствовали своему народу и защищали своих граждан. 232-15-59 наш телефон. У меня есть гениальное решение проблемы. Как известно, Сергей Гюрджан, гражданин Российской Федерации, рожденного в Москве, служившего в армии, работавшего в крупной, сейчас работающей в крупной российской компании, не пустили по бизнес-приглашению на открытие филиала их компании в Азербайджан на основании того, что у него армянская фамилия. Не пустили, не посадив на борт, азербайджанская авиакомпания Азал. Мотивирует это тем, что у него армянская фамилия. Точка. За него вступился только один представитель, остальные, несмотря ни на что, полетели на открытие, что-то уже много о чем говорит. И тот человек, который за него вступился, был еще еврей с израильским паспортом. Тоже работник этой компании. Я поэтому предлагаю для решения проблемы Азербайджана с гражданами Российской Федерации, с армянскими корнями, может быть, вести визовый режим между нашими странами. Может быть, тогда, чтобы не возникало проблем, когда человек обращается за просьбой о посещении государства Азербайджана. Государство Азербайджана, как и любое другое независимое государство, говорит, нет, вы нам нежелательны. И не дает ему визу. Абсолютно их право. А тогда и Российская Федерация вправе не пускать к себе граждан Азербайджана. И мало этого, учитывая несравнимые потоки, вот просто несравнимые потоки, которые идут граждан из Азербайджана в Россию, и единицы, которые едут из России в Азербайджан, я думаю, что такого рода визовый подход, принесет визовый подход, принесет немало денег в казну Российской Федерации и моментально решит все проблемы компании Азал и всяких прочих, а то, не дай бог, вдруг и на аэрофлоте прорвутся граждане России с армянскими фамилиями. Не хотят жить как братский народ. Пусть не живут как братский народ. Пусть живут как замечательные, независимые, свободные государства. Визы. Таким образом мы будем знать, сколько приезжает азербайджанцев в Россию, что они тут делают, почему они тут находятся. Хотите такого отношения? Нет проблем. Ни одной. Может быть, так надо себя вести? Может быть, тогда они будут счастливы? По-моему, очень разумное предложение. Самое главное, все застрахованы от лишней трассы денег, авиабилеты, безопасность. Не пустили и все. Да, все в порядке. Все отлично сразу. Видишь никаких лишних нервов. Теперь я вам хочу прочитать письмо, которое написал Бенни, 95. В ЖЖ. Это письмо написано чеченцем. Он сам об этом пишет, он не скрывает, что он чеченец из Грозного, родившегося в 81 году. То есть ему 30 лет. Как он о себе пишет, я обычный чеченец работы в органах внутренних дел Чеченской республики. Командиром роты батальона милиции ООП при МВД ЧР. Капитан милиции. Прошу вас внимательно выслушать это письмо. Я иногда переписываю из Бенни, 95 в Твиттере. И умный человек. Я не всегда с ним согласен, но бесспорно умный человек. Мне не стыдно, что я чеченец. Но мне стыдно за поведение своих земляков и кавказцев в целом. Мне стыдно за те случаи, когда они ведут себя неподобающим для Кавказа образом. Мне стыдно, когда вижу Кавказа, чеченца или дагестанца, идущего по улицам города с бутылкой пива в руке и сигаретой в зубах. Мне стыдно, когда в общественном транспорте кавказец, уже ассимилировав окончательно, слившись с обществом, может не уступить место женщине или старику. Мне стыдно, когда, нарушая правила дорожного движения, наши молодые люди летают на бешеных скоростях по городским дорогам, тем самым подвергая опасности своей жизни и жизни других участников дорожного движения. Мне также стыдно, когда наша молодежь может нагло хамить людям старшего возраста, только потому, что они не кавказцы. Мне стыдно, когда я знаю, что где-то в каком-то городе произошла драка с участием кавказцев, дагестанцев, кабардинцев, ингушей или чеченцев. Неважно. Двойне мне стыдно, когда это происходит по вине тех, кого я перечислил. Но земляки, братья кавказцы, вы должны понимать, что сразу после того, как вы пересекли границы кавказского региона, вы не улетели с планеты Земля. Сегодня, говоря о северокавказских республиках, мы говорим как о субъектах Российской Федерации, но знаем, что это земли наши, земли наших отцов, наша отчизна. И живем мы тут по своим обычаям и традициям. Но неужели мы не должны уважать права остальных россиян на свои земли и традиции? Неужели вы не понимаете, что когда вы кому-то хамите, это отзывается эхом в горах всего Кавказа? Не понимаете, что когда вы пьете спиртные напитки, то голова утром болит у всего Кавказа? Что когда вы ездите откровенно вызывающе, то от этого в первую очередь страдают водители на Кавказе. Все, буквально все наши неправильные действия, ведущие вопреки закону общежития региона нахождения, отражаются на жизни всего Кавказа. Пора наконец понять и усвоить для себя, что вы являетесь не приезжими, не заезжими, не гостями и даже не друзьями. Везде, в каждом регионе, в котором вы находитесь, являетесь в первую очередь представителем своего народа и всего Кавказа. Надо пропустить это понятие и определение через себя свое нутро. Надо прочувствовать, что означает представитель. Помните об этом каждую минуту пребывания. Делай каждый шаг, делайте его обдуманно. Вы должны понимать это. И это должно присутствовать в вашем образе жизни за пределами родных селений, не говоря о Кавказе в целом. Если вы чувствуете, что вас провоцирует, причем абсолютно необоснованно, то выражайтесь не кулаками, не вилами, не ножами, не травматическим оружием, а камерой мобильного телефона, например. Постарайтесь быть выше этой провокации. Подумайте над тем, кем вы становитесь и на какой уровень вы падаете, если гопник во дворе может вас провоцировать и вывести из себя. Вы просто обязаны быть стойки духом и твердым характером. Большая часть кавказцев считает себя мусульманами, но допускает, возможно ли себя выпить, покурить, поблудить и так далее. Нарушать столпы ислама, тем самым создавать проблемы окружающим вас обществу. Если вы будете придерживаться столпов ислама и походить своим отношениям к людям на нашего пророка, сохранит САВС, это, как я понимаю, да хранит Господь его имя во веки веков. Нет, да будет благословенный его имя в веках, как так. Который, как известно, вел себя весьма воспитанно и сдержанно с людьми любой расы, веры, социального статуса. Разве вы не выиграете от этого? Разве не выиграет весь народ, который вы представляете от правильного социального поведения, не говоря уже о религиозных правилах? Ни вы, ни я. Никто другой не должен думать, что людяных национальностей, не Кавказа, это люди, к которым можно относиться по-хамски или агрессивно. Поймите, что пытаясь оскорбить чьё-либо происхождение или вероисповедание, вы в первую очередь оскорбляете своё происхождение, свою веру. Потому как грош цена такому происхождению и такой вере, если она позволяет или допускает такое отношение к представителям иных рас и вероисповедания. Ведь чему учит нас ислам? Ислам учит терпимости, воспитанности, человечности. И самое главное, ислам говорит, что Бог един. А это может значить, что все три веры так или иначе взаимосвязаны между собой. Перестаньте уже учить жизни и правильному, на ваш взгляд, образу жизни окружающих вас людей. Ведь даже Всевышний говорил пророку. Неверующие говорят, почему ему не неспослано знамение от его Господа? Воистину ты, всего лишь предостерегающий увечеватель, и у каждого народа есть наставник. Не говорят ли это что-то и нам? Кто нас уполномочил учить, наставлять, упрекать, и уж тем более в агрессивной форме принуждать к такому образу жизни, который мы считаем правильным, тех людей, которые нас окружают в регионах нашего присутствия. Говорить людям, что вы неправильно живете или пытаетесь научить их жить по своим правилам, приводит к конфликту. Конфликт культур в таких случаях неизбежен. Вы должны осознавать, что ни к чему хорошему эти ваши норовоучения и наставления не приведут и не приводят. Чужой монастырь со своим отдатом не ходит. Дальше письмо продолжается, я его вам дочитаю до конца, потому что там очень глубокие мысли. Напоминаю, это письмо написал капитан чеченской милиции из города Грозного, обращенный к своим со... Ну, не со гражданам, а со жителям Кавказа. Да, со жителям. То есть, да, ну, со жителям тоже неправильнее по-русски слово. И даже, ну, не садись, но мы понимаем, в общем, смысл, что мы хотели сказать. Нет, мы не понимаем, надо найти точно. Ко всем жителям Кавказа, так скажем, и ко всем народам Кавказа. Ко всем народам Кавказа. 5-5-3-3-ВЕСТИ, вот эта позиция достойна уважения. Позиция зал, на мой взгляд, достойна государственного осуждения и реальных выводов на государственном уровне. Кстати, говорят, что даже у президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева есть армянский коль. Ммм, а залом ему точно не лететь. Итак, я продолжаю читать письмо, которое написал капитан милиции из города Грозного, Бене-95, он подписывается обычно. Еще хочется отметить, продолжает автор, тот факт, что многие молодые люди кавказских национальностей пытаются разорваться между западной, европейской, русской и исламо-кавказской культурой. Просто подумать страшно, что происходит и кто получается из такого человека. Вот тут-то и начинаются конфликты непонимания, вызывая негативные отношения представителей всех предчисленных культур. Так же происходит и в случае, если мусульманин становится наполовину мусульманином, а наполовину христианином. Спросите, как-то, раз ли такое возможно? Видимо, возможно. Ведь многие из нас, запрещаясь запретным для мусульманина, одновременно позволяют дозволенные христианину. Но опять же, запрещенный мусульманин. Разве не так? К примеру, разве можно мусульманин употреблять спиртное? Нет. Что происходит с тем, кто нарушает это правило? Он пьет, например, в компании, в которой он единственный мусульманин. Пьянка вроде бы протекает обычно и обыденно. В какой-то момент кто-то из компании посылает матом этого самого мусульманина, в кавычках, куда подальше. Тут он, как у жаленой, вскакивает и начинает разносить все подряд, утверждая, что у нас не принято говорить матом. Приводя это в маленький пример, я хочу показать, что если бы ты себе допустил одно нарушение принципа твоего домостроя, второе нарушение, третье, то проглатывай уже и четвертое. Не надо прыгать, как макак и стремиться, будучи пьяным, доказать, что тему на родине так не принято. Подводя итог, напрашивается вопрос, а что делать и как решать вот такие бытовые моменты. Если спросить меня, то я считаю, что диаспоры на местах должны больше работать с молодежью. В каждом регионе диаспора должна состоять из активной части молодежи, у них должны быть какие-то, может, списки, данные о большей части проживающих в этом регионе Кавказа. С ними надо встречаться не реже двух раз в месяц, надо знать, чем они занимаются, чем и на что живут, в каких условиях. Если все по-хорошему, то надо смотреть посещаемость вузов, успеваемость в обучении, в обязательном порядке иметь связь, ну или хотя бы контакты родных и близких. В общем, с молодежью надо работать, возможно, должна быть некая организация кавказской молодежи, либо даже нужно организовать, связанное и слаженно решать текущие вопросы. Есть расхожее мнение, что среди каждого народа есть хорошие и плохие. Можно было бы сказать эту банальность и отмежеваться от своих плохих и сделать вид, что проблемы не существуют, что все это наговоры злопыхателей и клевета и провокация. Но проблема существует, она есть, именно поэтому надо реально смотреть на вещи и постараться исправить ситуацию в лучшую для всех нас сторону. Вот такое письмо. Такое письмо нужно на первую полосу во все газеты предлагать нам кто-то на СМС-портале. Те, к кому обращено это послание, не слушают ваше радио. Заблуждаетесь, слушают очень внимательно. Наше радио слушают очень разные люди. Спрашивает кто-то, а если отбросить всю эту витиеватую пропаганду ислама и просто вести себя как нормальные люди? Вопрос, как это сделать. Здесь есть конкретные предложения. 232-15-59 это наш телефон, плюс 7495, код Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Говорите, пожалуйста, вовсе. Я, это, сказавание Сласнабара, Димур меня зовут. И? Вы выключите радио, у вас эхо идет, поэтому вам сложно говорить. Выключите радио, вам будет все в трубку телефона слышно. Да, алло. Я просто не пойму, какой криминал Владимир увидел, в том, что его не пустили на самолет. Вам пояснить? Ну, дело в том, что эти люди находятся, так сказать, являются врагами. Это люди, простите, это люди, это кто? Азербайджанцы, я думаю. Извините, пожалуйста, это гражданин Российской Федерации. Я понимаю. Нет, не понимаете, вот вы кто по национальности? Можно договориться. Вы по национальности кто? Я грузин. Вы грузин. Вы находитесь в состоянии войны с Россией? В России нет. Правильно, ну как же нет, ну а ведь было боестолкновение. Вас, исходя из этого, на территорию России не пускают? Вы звоните из Краснодара. Меня не пускают на мою родину. А ваша родина где? В Абхазии. И в чем проблема? Это проблема Абхазии и вас? Не, ну вы понимаете, что самолет являлся азербайджанским? Азербайджанским самолет являлся, да. Билет ему при этом продали. Гражданину Российской Федерации. Ну, может они допустили ошибку, не подумал. А я думаю, что мы допустили ошибку, что терпим это авиакомпания на территории России, которая занимается дискриминацией. Абхазские авиаи не летают или нет сюда? Абхазские? Да. Абхаз, наверное, но я не знаю. Вот скажите мне, если человек является гражданином Российской Федерации, он в это время не является армянином? Он является гражданином Российской Федерации, точка. И без них. Вы не понимаете, да, в чем разница? Вы понимаете разницу между гражданством и национальностью? Он является гражданином Российской Федерации. Я понимаю. Нет, вы не понимаете, потому что вы, видно, не гражданин Российской Федерации. Нет, я… Вы как стали гражданином Российской Федерации? Когда? За деньги? Что за деньги? Ну, за деньги или нет? Нет, конечно. Да-да, конечно. Да почему же за деньги? А вы в российской... Минуточку, в Советской армии служили? В Советской армии служил. Служил. Какого года рождения? 71-го. 71-го. А вот он служил в Советской армии, он москвич, и он никогда не воевал ни в Карабахе, никогда не был гражданином никакого другого государства, кроме России. Ну, то есть Советский Союз в России ничего не делал для этого. Ничего. Ну, так, а они это выясняли, что ли? Конечно. У них армянины все... Правильно, они не выясняют, и мы не выясняем. Поэтому пшли вон. Пшли вон. Этот бизнес пшел вон. Это дискриминация российского гражданина. Не выясняю. Давайте я сейчас не буду выяснять. Оскорбили россиянина, так, кому принадлежит этот бизнес? Азербайджанцам? Все, начинаем бойкотировать, так что ли? Нет, конечно. А почему нет, конечно? Ну, вот вы пустите врага к себе домой. А кто для меня враг? Нет, у вас есть врага, которого вы знаете. Убивать я не буду, но домой не пущу. То есть он ваш враг? Ну, тогда вам нельзя быть гражданином Российской Федерации, потому что вы глубоко больной человек. И вы больны самым страшным недугом – национализмом. И вас вылечить уже невозможно. Поэтому я вам советую настоятельно идти и сдаться властям. Положить ваш паспорт и уехать на постоянное место жительства в Грузию. Если вам так комфортно. Я вообще в шоке от позиции человека. Ясно. Если у тебя есть две капли крови, ты становишься врагом. Нравится? Это же искренний человек верит в это. Конечно, искренний. И он искренне не понимает, в чем проблема. И эти люди с животным абсолютно, вот этим национализмом, с животной агрессией стали гражданами России. Ну, я считаю, что они не должны быть гражданами России. Потому что человек искренне не понимает, что такое закон вообще. Нет. А главное – враг, понятно? А Шарль Азнавур – враг всех азербайджанцев, как я говорил. Класс, да? Кстати, вы знаете, что мы тоже находимся до сих пор? У нас не подписан мирный договор с Японией. Да, вот я, кстати, тоже хотела только что об этом упомянуть. Это наши враги. Их нельзя пускать на территорию Российской Федерации. Вообще, вот это вот все суши, там, сашими, роллы – это вообще-то вы подумайте. Японские машины. Японские машины. Ой, кошмар какой. Я потрясена. 232-15-59, телефон прямого эфира. Доброе утро, мы слушаем вас. Алло. Алло. Да, вы говорите, пожалуйста. Доброе утро, Владимир Ана. Вот хотел бы добавить пару слов вот к тому посланию. Видишь, хорошая, извините, просто фраза от Равшана Аскерова. Ваша антиазербайджанская позиция, понятно, вы же друг армян. Да, я друг армян. Я друг азербайджанцев. Я друг татар. Я друг туркмен. Я друг таджиков. Я друг узбеков. Я друг всех национальностей. Я друг арабов. И этим горжусь. Я враг националистов. Я враг мерзавцев, которые считают, что есть народы грязные и народы чистые. Вот их я враг. И я враг дискриминации людей по расовому, этническому и по любому другому признаку. Вот этим всем мерзавцам я враг. То есть, исходя из того, что Соловьев вступился за человека, которого дискриминировали по национальному признаку, абсолютно вообще незаконно. То есть, он, исходя из этого, является врагом Азербайджана. И другом армян. Если бы точно так же армянские авиалинии не пустили человека за то, что у него азербайджанская фамилия, российского гражданина, я говорил бы тот же самый текст, но уже обращенный к армянам. Да. Очень жаль, что за эмоциями люди как-то не хотят смотреть на суть вопроса. Здравствуйте. Мы слушаем вас. 2-3-2-15-59. Здравствуйте. Выключайте радиоприемник, иначе эхо получается. Здравствуйте. Меня голубь звать. Я просто что заметил, народ легко манипулируется. Вот. По поводу национализма, да, как развивается у нас. Значит, несколько депутатов или типа Жириновского всегда говорят, что Россия, русских обижают раз в год. Слушаем о таких случаях, как вот недавно было убийство футбольного фаната, да. А вот за 10 лет, за 15 лет, 20 миллионов русских не стало. Был 157 во время Ельцина, сейчас там уже 137 миллионов. Об этом что-то история умалчивает. Как умалчивает? Об этом в каждой передаче говорят все, кому не лень. Об убыли населения по миллиону в год. Вы телевизор хоть включаете иногда? Об этом говорят все, от Зюганова до Жириновского. Каждый раз, когда они выходят на экраны. То есть, об этом никто ни разу не умалчивал. Пишет, ты друг степей Калмык? Да, это я. В следующий час я начну с гениальной фразы, которая меня поразила в самое сердце. Это фраза Фурсенко. Которая буквально дословно сказала следующее на встрече со студентами. Любой чиновник должен быть готов, что он оставит свою работу на следующий день после назначения. У меня эта готовность есть. На аналогичном посту ни на Западе, ни на Востоке никто так долго не работал. Министров нужно минать, иначе глаз замыльется. Вот самая важная фраза. Решение принимать буду не я. Я бы себя убрал, пишет Фурсенко. И у меня к нему короткий вопрос. И... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok